Все в порядке у тебя, Кирилл? Да. Носиком дыши? Молодец. Кирилла вся семья привита от гриппа. В Барнаульском детском саду номер 230 строгое правило. Каждое утро малышей, а здесь их более 300, осматривает медик. Уделяет внимание состоянию кожи и головы, контролирует общее самочувствие ребенка. Но если раньше врач замечал незначительные признаки болезни, воспитанник детского сада оставался в группе. То сейчас, согласно постановлению санитарного врача страны, такого ребенка обязаны отстранить. Может быть и остаточные явления, могут быть и аллергические реакции. Если есть показания, действительно, неголословные обвинения, то, конечно, я такого ребенка буду вынуждена отправить к участковому педиатру для постановки и уточнения диагноза. Шагом, марш! Наверняка каждый родитель знает о физических особенностях своего ребенка, о его сезонных недугах. Аллергический насморк действительно не заразен. Но чтобы со стороны мам и пап здоровых детей не было претензий, необходимо предоставлять в детский сад соответствующие справки. Опять же, воспитатель не вправе отказать ребенку в посещении сада, если родители принесли справку от педиатра, что ребенок здоров. Но всем известно, что далеко не все здоровые дети приходят с такой справкой. Если маме сильно надо, она эту справку достанет. То есть тут вот как бы, я не думаю, что глобально решится какая-то ситуация. Мамочки Барнаула разделились на два лагеря. Одни считают, что болеть ребенок должен исключительно дома. Другие уверены, находясь в коллективе, укрепляется иммунитет. Елена Мерещак относится ко вторым. По ее словам, если всех чихающих детей отправлять домой, детские сады придется вообще закрывать. Так или иначе, постановление главного санитарного врача страны вступило в силу с 1 сентября. Дети с признаками ОРВИ не должны находиться и в школе. Но кто будет контролировать их здоровье? Вопрос. Ведь далеко не при каждом общеобразовательном учреждении есть медицинский работник. Получается, что осмотр придется проводить учителям. Предполагается, что сотрудники Роспотребнадзора научат педагогов выявлять признаки болезни. Но как будет организован этот процесс, нам выяснить не удалось. Мы отправили запрос в региональное ведомство. Елена Кузовкина, Александр Антропов, Алексей Фризин. Наши новости.